Приветствую вас Артём. Внимательно прочитал ваше письмо и по итогам в том числе по дополнению можно делать такой вывод, что реакция женщин на вас, на ваши отношения, на ваши вступки, на ваше поведение выстраивается таким образом, что они не чувствуют вас мужество. То есть, вы, когда начинаете строить твои отношения, то женщины, мы даете им понять, что вот готовы быть с каждой, с кем вы были, всю жизнь. Что вы всю жизнь готовы быть рядом, преданны и так далее. И вот эта вот ваша преданность, это ваше стремление показать человеку, что на вас можно положиться в любом случае всегда и приводит к тому, что женщина видит в вас родственникам. Отчасти, конечно, это связано потому, что вы не проявляете негатива, то есть, вы все делаете в себе. Отчасти это связано с вашей мягкостью и нитерамантичностью, то есть, женщины считают вас в большей степени мужчине, слабым, знаете, таким, мягкостью, а это не вызывает у женщины ощущения, восхищение мужчиной, уважение перед ним и прочее. И в этом, наверное, я соглашусь с тем экспертом, который сказал, что что вам нужна женщина в большей степени мягкая, в большей степени такая вот скромная, которая бы была ниже вас по духовному развитию, где бы вы бы стали лидером. Но, поскольку я считал, что типаж это не то, что обеспечивает успешность отношений, потому что вы написали, что вот вы встретили женщину, которая не похожа на предыдущих по типажу, и тем не менее у вас с ней все равно возникли некоторые проблемы. И это говорит о том, что проблемы кроются все-таки и вас тоже. И, как вы задаете вопрос нашей перепрошивки, на него можно ответить так, что огромной точкой для перепрошивания является опознание своих желаний. То есть, вот вы говорите, что вам нужна женская любовь. Не материнская, да, не дружеская, а именно женская. Для чего? Вот почему вы так сильно нуждаетесь в женской любви? Понимаете, тонкость этого желания в том, что когда человек понимает, что ему нужна любовь, в вашем случае женская, да, то это некий идеал подобной любви. Этот идеал есть у вас в сознании. И вы невольно сравниваете его с реальным отношением к вам женщин, потому что по-другому не получается. И из-за этого вникает проблема. Вы не до конца предпринимаете то, что вам дает женщина, то, что она вам дает, а она, в свою очередь, чувствует, что вы романтичен, вы возвышенный, и она не осуществляет вашим требованиям. То есть, вы для нее, как будто такой, знаете, космонавт. И именно этот момент является, на мой взгляд, ключевым. Потребность в женской любви. Потребность в женской любви, то есть, если вас любит женщина, почему мы нуждаемся в любви, потому что, во-первых, когда нас женщина любит, мы ощущаем себя мужчиной. Вам хочется ощутить себя мужчиной, ощущать себя мужчиной. в узком смысле, да, то есть, вот, именно в кондексте женской любви. Почему вам хочется ощущать себя мужчиной в узком смысле? Думаю, ответ, в принципе, понятен. Из-за того, что у вас не было папы, вы воспитывали мамы, и, вероятно всего, нужного в детстве идеала мужчины, первичного кумира, на которого вы бы равнялись в отношении мужских взглядов, мужского поведения, мужских поступков и прочее, у вас не было. И вы стремитесь обрести вот эту вот уверенность в своей мужественности, удовлетворить потребность в ощущении себя мужчиной через женскую любовь. Потому что, простите, но если вы хотите любить, если вы хотите быть женщиной, то изначально вы не нуждаетесь в женской любви. Изначально вы нуждаетесь лишь в том, чтобы делать эту женщину счастливой. И, не более того, а раз у вас есть потребность, изначально, то эта потребность автоматическая делает женщину средством для ее реализации. Женщина для вас есть предмет потребности, и вы стремитесь к ней через этот контекст. Раз есть потребность в чем-то, без которой вы чувствуете себя неполноценным, не реализованным до конца и так далее. То есть и зависимость. Есть отношения, точнее даже не так. Есть сопоставление себя, лично вас, с положением в отношениях. И оно неправильно. Как это понимать? Вот вам хочется женской любви для того, чтобы ощущать себя мужчиной. Мы это поняли. Надеюсь. Соответственно, если появляется женщина, которая может вам это дать, то вы будете всячески стараться сохранить ее, чтобы она продолжала дарить вам это ощущение. Ощущение, что вы мужчина. И ради этого мы готовы на все. Вы готовы на то, чтобы держать все в себе, не проявлять жесткость, не проявлять характер и так далее. А женщины это делают нужно. Потому что мужчины это не только романтика. Мужчины это не только надежность. Мужчины это еще и жесткость. Это еще и иногда проявление упрямства. проявление таких черт, как, скажем, водоломы, агрессивность иногда и все. Это проявление мужественности. И без них женщины не чувствуют, что она все полноценная мужчина. Соответственно, как вы, наверное, поняли, ваша потребность в мужественности, она делает вас зависимым в отношениях. Зависимым от партнера, от женщины. И тем самым не позволяет вам строить нормальные, долгосрочные, равноправные отношения. Чтобы эту зависимость убрать, чтобы вы обрели свободу в отношениях. Вам необходимо реализовать потребность в обретении мужественности в обход этой самой женщины. То есть реализовать ее не через потребность в женской любви, а через достижение своих собственных целей и результатов, которые позволили бы вам ощущать себя мужественным, ощущать себя уверенным в себе, полноценным мужчиной. И не доказывать себе это через женскую любовь. Чтобы вы могли с уверенностью проявлять характер тогда, когда это нужно. Чтобы вы могли высказывать недовольство и быть, в общем-то, полноценным, независимым партнером в отношениях. А только лишь с обретением вот этой вот уверенности вы сможете строить свои отношения так, что не будете находиться в зависимом, в менее выгодном положении в них, чем женщин. Прошу, 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 женщин. Дело в том, что при вашей стратегии поведения на сегодня, женщина всегда видит, что вы ставите себя в менее выгодное, чем она положение. И из-за этого она понимает, что вы не уважаете себя. Раз вы не уважаете себя, значит, скорее всего, не уважаете достаточно сильно ее. То есть, да, вы дорожите ей, но эта ценность ее не устраивает. Ее не устраивает, что вы как бы принижаете себя. Женщинам не нравятся такие мужчины. Как бы там что ни было, женщинам нравятся мужчины уверенные в себе. Мужчины готовые бороться, достигать, отстаивать свои точки зрения и не сдавать свои позиции. Отсюда мы делаем вывод, что у вас есть два варианта решения вашей проблемы. Первый вариант – это, собственно говоря, осознание, понимание тех моментов, недостающих вам для того, чтобы быть в своих глазах полноценным мужчиной. И это никогда не личные отношения в узком смысле. Это всегда уверенность в себе, гордость, достоинство, самооценка, самолюбие. Все это не зависит от личных отношений. Когда вы вступаете в них, это уже есть. И если этого нет, ждите проблем. Соответственно, здесь, в этом варианте, Несложно догадаться, что для успешной реализации вот мужественность своей, вам в первую очередь нужно восполнить недостаток, ну я бы сказал так, недостаток восхищения кумира, недостаток желания равняться на кого-то, недостаток следования за кем-то. То есть, вот у вас не было отца, да, и вы не имели образец, первичный образец мужского поведения. Вот такой первичный образец мужского поведения вам нужно найти, и первое время стараться следовать ему. То есть, грубо говоря, пройти тот путь, тот отрезок путей, который в детстве вы не прошли. Знаете, как это бывает? Вот у всех людей, если это девочка, то она равняется на маму или на кого-то еще. Если это мальчик, то он на отца, соответственно, равняется и на кого-то еще. И вот он в начале, маленький, значит, ребенок, он в начале смотрит на поведение кумира и делает все, как он, как кумир. Но в ответ на эти поступки, это поведение, как у кумира, результат приходящий извне. Человеку не нравится. А вот он другой, он не такой, как кумир. И это порождает изменения. Изменения в поведении. Человек понимает, что ага, вот это мне не подходит. Это нужно как-то изменить. И вот тогда, в этот момент, человек выходит за рамки следования кумира, к первой девушке кумира, потому что большин. И начинает самостоятельно позиционировать себя в отношениях, в жизнь. Но изначально это необходимо. Если вы найдете свой такой вот идеал и образ идеального мужчины, то, конечно, ему следует, ну, ему следует приглашаться или следовать прямо слепо. Но вам следует перенять большую часть черт характера, модель поведения и прочего. Если это действительно ваш идеал. То есть какое-то время на него равняться. Но в зависимости от того, что это будет за идеал, вы и получите результат. И нужно понимать, что вот от идеала результат тоже зависит. От вида идеалов. Потому что если ваш идеал это, скажем, жесткий, брутальный мужчина, то это одно. Если ваш идеал поэт, то другое. И нужно понимать, что у каждого идеала есть своя идеальная женщина в этом случае. И эта идеальная женщина, она тоже может вам либо нравится, либо нет. То есть мужской идеал вам нравится, а идеальная женщина для него нет. И это нормально. И это требует той самой коррекции, коррекции тех чест, что вы перенимаете вот такого идеала. И наложение их на ваши собственные цели, стремления, способности, желания и так далее. Дальше я бы хотел сказать про внутреннюю женщину, наверное, немножечко раскрыв ответ Лидии. Внутри каждого мужчины есть внутренняя женщина, а внутри каждой женщины есть внутренний мужчина. Это первичный образ, собственно говоря, партнер. И вот какой он у вас, этот первичный образ? Какой он у вас, этот идеал женщин? И как вы считаете, он вам мешает этот идеал или наоборот помогает? Потому что если мешает, то ему нужно проработать. От него нужно избавиться, чтобы он не мешал вам в построении отношений с реальными женщинами. Ну а если он вам не мешает, по вашему мнению, то его необходимо более явно, так сказать, вычленить, отделить, осознать, чтобы четко понимать, какие черты женщин вам нравятся и вообще, какую бы вы женщину хотели видеть рядом с собой. Здесь мы подходим прямо к тому, что нужно понимать, что вам женщина может дать, что она вам может дать для того, чтобы вы были счастливы. Что вы можете дать женщине? И готовы ли вы принять то, что она вам дает реальности? Потому что между тем, что она дает реальности и тем, что она может дать, иногда бывает разница. И разница существенная. И отдельный ответ, отдельный вопрос, на который нужно ответить, это почему? Почему вы готовы принимать от нее меньше, чем она может вам дать и меньше, чем вы хотите получить? Если это ради нее, ради того, чтобы сделать ее счастливой, это хорошо. Но если ради себя, то есть просто вот, что вы, как мы уже говорили, да, из-за желания получать подтверждение в том, что вы мужчина, то это другое. И это плохо. Также ответить нужно на вопрос, что вы можете дать женщину? Чем вы можете ее привлечь? И работа над своими сильными сторонами, правильно? Развитие их, оттаживание, отшлифовывание их, и работа со слабыми сторонами, поможет вам, ну, быть более ярким партнером в отношениях, быть более ярко выраженной индивидуальностью, что обеспечит вам успешность в построении взаимодействия женщин. И это был первый вариант, который вам можно сделать главным для решения своих задач. А второй вариант, вы можете просто-напросто искать женщину путем проб и ошибок, которая, ну, отвечала бы вашим требованиям, которая бы принимала вас таким, какой вы есть, и ни больше, ни меньше. И тонкость этого варианта в том, что, с одной стороны, вам проще, с другой стороны, вы можете потратить на это всю свою жизнь и так такого человека и не найти. То есть, решать, что делать вам, я лишь могу только предложить вам варианты решений относительно своей жизни принимать только вам. Что касается вашей жены, то нет, ждать ее не стоит, потому что она откровенно видит вас в качестве запасного варианта, то есть, если не получится с тем мужчиной. Быть запасным вариантом для женщины, это быть недостаточно уважаемым в ее глазах и вряд ли отношения с ней, если она вернется к вам, как к последнему шансу, будут успешными. Потому что, если человек ушел один раз и ушел осознанно, то значит, уйдет еще раз. Даже если будут дети, даже если будет что-то еще, она уйдет еще раз. Просто потому что, рано или поздно, чувство ее личное желание, которое они находят в полной реализации у вас, обратятся на кого-то еще. И это не только унизит вас, но и причинит вам в очередной раз боль, негатив и страдания. Поэтому вашу женщину, вашу жену за ждать не стоит, и принимать ее назад также во имя своего душевного состояния не нужно, потому что ничего хорошего из этого не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Будем благодарны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...